Не чужая жена, это прелюбодейка. Нам говорит об этом Господь в своей книге «Откровение». А, во славу Божию! Благодарю. Это почти ответ. Для чего человек живёт? Для того, чтобы душа была спасённая. Чтобы был рождённый свыше и Духом Святым движимый. А теперь вы занимаетесь? Вы погромче говорите. А вот то, что я даю сейчас вам, этим и занимаемся. Я уже скоро пять месяцев как здесь нахожусь. А это где вы находитесь? Мы людям рассказываем о воле Божией. Что ждёт этот Содом и Гоморру, в которой превратилась это или сделана для этого рулетка. Ни один прелюбодей в царство Божие не войдёт. Библия говорит. Евангелие от Марка, 16 глава. Кто будет веровать и креститься. Спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. В огонь вечный пойдёт. Поэтому мы здесь работаем. И тут матерят нас и всё, что угодно. А кто первый христианин-то? Первый христианин – Христос. Христос-Спаситель. И христианин. Вот какая нация? Какая нация избранная? Богоизбранная нация – это евреи, дети Авраама. По-мусульмански Ибрагима. Принял первое христианство. Первое христианство евреев, которому ученики 12 апостолов. Это было в 34-м году новой эры. Новая эра от Рождества Христова идёт. В каком году? В 34-м году от Рождества Христова. А в 301-м году? Да, в 31-м. В 31-м, правильно. В 34-м он распятый был. Нет, в 301-м году никто не принимал. В 301-м? Да. Но в это время уже 470 тысяч христиан было казнено за веру в Бога. Это эра Диоклетиана. А почему говорят, что армяне первые христиане? О, так это по-государственному, да. А как Иерусалим евреи приняли его первое, дальше и греки приняли, Павел там проповедовал. А армяне в 4-м веке. В 4-м. А мы уже в 10-м. Мы на 500 лет позже армян узнали о Христе. А вы где в Армении живёте? В Армении где живёте? В Васисии. В Васисии. А вы далеко от Еревана? У меня 7 километров. У меня вышло из печати 38 книг моих, я автор, почти. И мы проехали из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона, в Скандинавию, в Прибалтику и были в Армении. Я дарил в каждой библиотеке национальные книги. Так что в Ереване мои книги находятся. Нас там приняли как родных. Хорошие воспоминания. Там в Севане искупались. А? А как Вас зовут? Игнатий Тихонович Лапкин. У нас канал большой. Не построили до конца. Вот смотрите, какая книга. Главная книга должна быть в доме всех. Как называется? Бибаня? Неправильно. Считай снова. Библия. 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 Это Библия. Библия означает книги. Там волю Божию узнаем, как Иисус Христос возлюбил мир. Как умер, как распят был и как воскрес. Чтобы люди жили для Бога. Тогда будут любить друг друга, не будут пакости делать. А тебе сколько лет, дедушка? Откуда? Откуда? Сколько лет? Мне 81 год, сынок. Внущенок. Внущенок. А нам по 14 лет. Вы можете зайти на наш YouTube канал. У нас очень большой YouTube канал. Весь духовный. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Вот заряди. Во свете Библии. Канал. Ты смеешься? Ты не ругайся только. Не ругайся. Я тебя видел в видосах. Где видел? В YouTube тебя видел. Да, большой у меня YouTube канал. Во свете Библии. Во свете этой книги. Я понял, понял. Вы можете здесь... Стопающим Новым годом. Ну, слава Богу. Желаем вам доброго. Жить во Христе открыто, чисто. Я вам желаю. Мы строим православную деревню. Где ни пить, ни курить, ни материться нельзя. Ни воровать. Это хорошо. Это Алтайский край. Потому что люди живут сегодня одним днем. Не думают о вечности. Вот сейчас вот только с вами начнешь говорить, вы пить начнете что-то. Хлюпать. Нет. Нет, я не пью. Ну, 50% голые, вот как вы. Кого нет-то? И процентов 90 из этих мусульмане. Самое развратное. Все здесь. Жить с Богом радостно. Мы свидетельствуем о великой милости Божией, явленной каждому человеку, что Бог возлюбил мир и отдал за мир единородного Сына Своего Иисуса Христа, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Вы можете, если бросить курить сейчас, пока разговариваем? А то у нас не положено разговаривать, когда человек убивает себя. Извините, тогда вы не того, наверное, собеседника, да? Желание поговорить о самом важном для человека. О прославлении Бога. О спасении своей души. Наша встреча уже предуздана у Бога была от вечности. Если бы можно было бы ее спасти, я бы постарался сделать это данном. Из человека для верующего нет ничего невозможного, потому что у него близкая связь с Богом. И дана возможность к нему, к Богу приближаться через молитву. И он близок к сокрушенным сердцам. «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас». Это Евангелие от Мафея 11.28. Определенно и четко сказано, что Иисус умер за нас распятый и воскрес в третий день. Вот вчера день был воскресенье. Сам день говорит, что он воскрес. У нас большой есть в Ютубе канал. Можете зайти, посмотреть, порадоваться. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Это самый большой в интернете канал, как мне известно. 18 600 роликов наших. Вот это, да? Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Это я насчитываю. Вы дальше-то посмотрите, что там будет. Я насчитал 50 книг аудио. Что? 50 книг, 50 книг аудио. Я насчитал еще в 80-х годах. А сейчас они в интернете стоят все. Там Библия, Архипелаг, ГУЛАГ, моим голосом насчитанные. А вы на Ютуб, вы зашли, да, вы еще, как, это же не первый у вас ролик там. У меня сейчас распаковывают мои вопросы и ответы с сайта. Каждый сайт, на сайте 55 папок. Я отвечаю студентам на 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология, семейная жизнь. Ну, все-все-все. Коммунизм, мусульманство, христианство. На основании Библии. Что об этом говорит Библия? Дальше святые отцы, каноны церкви. И что об этом говорят? Жития святых и мировая поэзия. 300 поэтов за 300 лет. В каждом вопросе это дано. То есть, таких вопросов и ответов в интернете нет. И думаю, что и не будет. Потому что другая биография. Это Бог дает. Я своим ничего не признаю. У меня нет ни гуманитарного образования, ни религиозного. Но я все достигал самостоятельно. Главное это любовь. Вот услышали про наш детский лагерь. Я начальник детского лагеря уже 48 лет его основал. Свой православный. И услышали в Лондоне. Директор Кэстонского института Ксения Деннон. Ну, она связалась с Останкиным, Москва. Ей дали провожатого. И она прилетела в Алтайский край. Кого смотреть-то? Деревня с нуля. Я написал, у меня 4 тома стихов моих по 800 страниц. И один, ну, много положено на музыку, уже 80 с лишним. И один так, как гимн лагеря. Лагерь «Стан в степи, на навозной куще, что может быть круче?» И дети кричат «Йох!» И она побыла, увидела это все. Ни копейки государство не вложило ни в деревню нам, ни в лагерь. Мы все своими руками делаем. Дороги сами восстанавливаем. Школу государственную за свой счет. Это ненормально, но по-другому никак. Потому что деньги нужны Израилю, Америке. Ну, мы-то зачем им нужны, нашим правителям? У меня до последнего времени была пенсия за 35 лет трудового стажа 8141 рубль 33 копейки. Какая точность? Ну, это мало. Да за интернет только заплатишь половину. Такая вот, я не говорю к ЖКХ, потому что я в частном доме живу. Я могу сказать, что я живу где квартира, такой во всей стране нету, а она одна. А почему? Потому что когда я был освобожден, как политзаключенный в 87-м году, а потом реабилитирован, а брали-то за дело Божье, я стал судиться. 11 лет шел суд. Счет был 11 миллиардов рублей должны мне. Но это теми деньгами, недоминированными. И я его выиграл, процесс-то, а у них рассчитываться нечем. И вот как Бог делает все. Судебного исполнителя дал. Женщина такая, ну, сухонькая. И она пришла, говорит, в городскую администрацию. Они сделали так, КГБ в стороне, а виновата городская администрация. И она, говорит, арестовывается все счета. Ни один бюджетник рубля не получит, пока с Лапкиным и Игнатием Тихоничем не рассчитаетесь. Решение суда на руках. И тогда предложили недвижимостью. Я попросил. И вот в одном домике, это центральный район, красивый, опи рядом течет. Храм сделали, а здесь я живу. Приехал мэр города передавать. Торжественно. Центральная печать. Все засняли на заголок. Лапкин предпочел храм недвижимости. И мы основали храм. Мы православные. Но такой храм, в котором нет нарушения. У нас с тарелкой не ходят. Ни за что деньги не берутся. Десятина включена и полная тишина. К нам митрополит приезжает местный. Московская патриархата. И это все на нашем сайте. На этом. В Ютубе. Во свете Библии Игнатий Лапкин. А вот если по скайпу зайдете Игнатий Лапкин. Я один. Вы можете зайти. И там я скину все свои ресурсы. Форум, мейл.ру. А у меня Фейсбук, Твиттер. Там все есть. Вопросы какие есть у вас? Нет, у меня нет вопросов. Ну как так? Ни пьяные, ни раздетые. Должны быть вопросы. Здесь половина раздетые. Процентов 90 мусульмане. Самое скверное, блудливое. Все собралось сюда. А вы нормальный человек. У вас обязательно вопросы должны быть. А почему? Потому что мы двое встретились. Сейчас разойдемся. Но у каждого свой талант. Мы можем поделиться. У каждого будет два таланта. Да у меня нет вопросов. А вот знаете, есть такое... Я доволен своей жизнью. Ну вот, довольный жизнью своей. Без Христа это фикция. Это обман. Без Христа нельзя быть довольным. Потому что впереди смерть. И если ты только для могилы живешь, у тебя идеология червя подземного. Мы должны для Бога... Знаете... У каждого закончится слово. Вас как звать? Дмитрий. Дмитрий. У меня дедушка Дмитрий был. Син Деметры. У него перевода нет у этого имени. Богиня Деметра была в Греции. Так вот... Да, я знаю. Знаете. Вот какое дело-то. Если мы душу не спасем в этой жизни коротенькой, не родились свыше, как Серафим Саровский говорит, не стяжали Духа Святого, мы будем горько плакать в огне с сатаной. А спасение даром Бог дает. Умер за наши грехи Иисус Христос. Покайся, какой бы ты ни был, преступник, блудник. Бог не спрашивает. Покайся. Потому что этот грех, он взял на себя уже отвеченный грех. Все, он только выдает тебе. По этому мандату войдешь в Царство Небесное. Так что... Я не знаю. Мне кажется, если жаловаться на свою жизнь, на свою судьбу, то Бог может дать еще намного хуже, чем есть. Я не знаю как. Вот представьте себе, я нахожусь в тяжелых условиях, в тюрьме. Осудили, везут по этапу. Самый опасный это этап. Никакого ответственности нет. Он что хочет, может делать. В тюрьме-то я могу прокурора по надзору вызвать, здесь никак. Но, как говорят, особая аура. Это нехорошее слово, но так есть. А в это время женщину увидели, забитые там прямо эти... А он по коридору ходит, часовой-то смотрит, решетка, он все видит. А рядом я с ними один. Со мной никого нельзя. Зараза. А женщины кричат, батюшка, дайте нам молитву. Я не отвечаю, он подошел. А почему не отвечаете? Или на чужую вы являетесь? Нет, сейчас. Как зовут-то? Как зовут-то? Не подкаблучник, по крайней мере. Согласен. Вот у нас колян друг пидор вообще дает. Дома села. Вы сейчас будете разговаривать с матерками или без матерков поговорим? Давай без матерков. Ну, давай. Так, слушай внимательно, юноша. Мы пришли сюда возвестить волю Божию. Что ждет людей, когда они живут как в этой рулетке? Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А не верующий в Сына Божий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вообще фокус. Тихо, выдай, да, выдай. Вам это не нужно даже и не знать. А если надо, я вам скажу. Только толку-то от этого никакого. Я нахожусь в городе Барнаул. Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Ну что узнал? Что изменилось-то? Ничего. Праздные вопросы у бабки, которая в колодце пришла за водой. А ты узнавай, как мы можем быть полезны друг для друга? У меня опыт большой. Мы строим деревню православную с нуля. Нельзя где лгать, пить, курить, материться, воровать. Разве это не интересно? Я ничего не воровал. Согласен. Ну вот я не ворву. Ну вот. Тут не хихикать. Написано горе смеющимся ныне. Ибо вас плащите и возрыдаете. Блаженный плащущий, ибо они утешатся. Да, брат. Ну тогда нам немного не по пути. Да, откуда вы знаете путь? 14.6 Евангелия Иоанна. Христос говорит, я этим путь истинной жизни. Вот путь. А остальные пути, они все закончатся здесь к вечеру. Нас связывает одна земля. Играете в компьютер? Что такое смоление? Вы сегодня молились утром? Нет. Не молились. А раз не молились, значит связи с Богом нету. А остается одна глупость. Мы ебались утром. Глупость. Вы думаете, что у вас без Бога нормальная жизнь? Не забывайте, что в стране 86% разводов. Все придется погибать. Все придется погибать.